Субботнее утро у всех проходит по-разному. Кто-то отсыпается после трудовой недели, а кто-то всей семьей идет сдавать нормы ГТО. Минувшие выходные в спортзале «Автокран» развернули центр тестирования для детей и их родителей. Ивановцам, которым не чужд здоровый образ жизни, предложили выполнить основные упражнения комплекса ГТО. Испытания составляют базовый комплекс ГТО. Это испытания на гибкость, наклон, прыжок в длину, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, в народе называется отжимание, рвок гири для папы, испытания на пресс, сколько человек может за минуту выполнить этого упражнения. Соревнования среди семей под эгидой комплекса ГТО в Иванове проводятся во второй раз. В прошлом году подаль заявки всего 12 семей, в этом уже более 70. Чтобы в зале не было столпотворения, участников разделили, всем свое время. Требования к составу команды простые – мама, папа и минимум один ребенок. Для каждого члена семьи свои нормы и свои задания. Занимаемся спортом мы, мне кажется, с тех пор, как у нас появились дети, как мы создали семью, это уже не меньше 17 лет. Периодически посещаем тренажерные залы, очень любим кататься на велосипеде, участвуем в марафонах, забегах. Лыжный спорт уважаем, горный лыжный, сноуборд. Дочка младшая ходит в спортивную гимнастику, имеет первый юношеский разряд. Примечательно, что к участию допускаются не только семейные команды, но и команды династии. Бабушки и дедушки поддерживают своих детей и внуков и сами активно выполняют задания. Рады видеть, что столько народу принимает участие в этом фестивале. И мы пришли сюда, на этот фестиваль, всей семьей, не только семьей, еще и династией поучаствовать. Во-первых, это, конечно, полезно для здоровья. И приучать детей к спорту с такого раннего возраста. Затем, чтобы никто из участников не смухлевал, следят судьи. Впрочем, такое неспортивное поведение здесь большая редкость. Ведь это, пожалуй, одно из немногих состязаний, где главное не победа, а участие. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.